Сибирские татары – народ, что издавна населяет просторы Сибири. Его формирование происходило в сложных условиях, а культура того этноса вобрала в себя оттенки соседних племён, представляющих пёструю палитру сибирских народностей. Сегодня татары Сибири представляют собой один из народов России. Большинство проживает в Новосибирской, Омской, Тюменской областях. Это сложный этнос, разделяющийся на подгруппы, в каждой из которых есть свои особенности. История сибирских татар также полна ярких моментов. Что же она может рассказать о появлении народа в регионах Сибири? Как татары оказались в Сибири? На огромных сибирских территориях наряду с русскими живут разные коренные этносы, и многие из них тюркские. Предками сибирских татар были разные тюркские племена сибирского ханства. Оно возникло на осколках Золотой Орды и исчезло в веке с приходом русских. Жители сибирского ханства называли себя не татарами, а Нугай, Курдак, Кепчак. Государственной религией у них был ислам, как и у большинства всех татар. Свои поселения сибирские татары называли аулами и юртами. Так, деревня юрты Константиновы значит просто «дом Константиновых», а Аулбергуль – это деревня на берегу озера Бергуль. Такие названия можно найти в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской, Курганской и Кемеровской областях. От русских поселений их отличает разве что мечеть, а не православный храм, и множество домов, покрашенных в зелёный цвет, традиционный для ислама. А вот татарами изначально себя называли жители только Казанского ханства, возникшего в Поволжье также при распаде Золотой Орды и присоединённого к России в XVI веке. В итоге татарами русские стали называть многие тюркские народы, которые жили в Российской империи. Кумыков называли кавказскими татарами, алтайцев – алтайскими татарами, а жителей Западной Сибири – сибирскими татарами. По мнению доктора исторических наук Фаизрахманова, этнос татар в Сибири формировался по принципу наслоения. Основу будущей народности составили западно-сибирские тюркские племена, населявшие регион ещё задолго до н.э. Они принадлежали к саргатской культуре, памятники которой археологи находят и в наше время. Несколько позднее, во вторых-третьих веках н.э. в Сибири уже наблюдается расселение тюркских общин хунну, которые стали могущественным народом-завоевателем. За ними на территории Сибири приходят ироноязычные племена, что приносят новую культуру, становящуюся одним из слоёв, формирующим новый этнос. Монголо-татарские завоевания стали также особым этапом в истории сибирских татар. Они вытесняют копчаков из южных степей, и тем приходится двигаться на север. Однако через некоторое время происходят не менее значимые события. Фино-угорские народы, населяющие север России и Сибирь, начинают свою миграцию к восточным и юго-восточным землям. По пути некоторые кочевники останавливаются и сливаются с татарским сибирским населением. В то же время они ослабевают взаимодействие сибирских татар с представителями народностей Малой Азии, что являлись и непосредственными соседями. В состав татарских племён Сибири постепенно вливались такие народности, как уйгуры, башкиры, бухарцы, мишари, казахи. Все эти процессы являются важнейшими этапами становления сибирских татар как народа. Сибирские татары и их ханство. Но когда впервые этноним стал использоваться в источниках? В XVIII веке в записях историка Миллера значится, что сибирские татары являются главнейшим народом Сибири. По мнению этнографов Валеева и Схакова, как народность сибирские татары сложились уже в среднее веко, однако постоянные преобразования и сегодня продолжают влиять на некоторые аспекты его культуры. Кроме того, не стоит забывать, что сибирские татары практически всегда находились под влиянием других государств. Они не являлись самостоятельным племенем, получившим в распоряжение собственную страну, а потому постоянное взаимодействие с другими народностями не могло не сказаться на особенностях менталитета и культурных аспектах. Конечно, сибирские татары значительно отличаются от представителей чистого татарского этноса, но тем и интереснее этот народ. Историк Валеев в своих трудах отмечал, что решающим этапом для появления сибирских татар стало время существования Сибирского ханства, что проходится на Средневековье. Он пишет, «Именно в рамках Сибирского ханства возникли основные предпосылки для объединения тюркоязычного населения в единую народность. Это государство было одним из самых могущественных на сибирских землях. Его частью стало Тюменское ханство, что было поглощено сибирским. По своей структуре оно представляло феодальную конфедерацию, в которую входили представители самых разных народностей, в том числе ряд татарских улусов и несколько угорских княжеств. В летописях упоминается о многих крупных городах Сибирского ханства – Сузгунтура, Бицектура, Кысымтура, Тунуз, Чуваш и так далее. Такое значительное количество многолюдных поселений говорит о высоком уровне развития, постоянном укреплении государства. Вторая половина XVI столетия и вовсе считается золотой эрой сибирских татар. Тогда в сибирском ханстве начинает править хан Кучум. Территория государства разрастается, охватывая земли от низовьев обе до казахских степей. Хан Кучум стал правителем, распространившим ислам среди своего народа. Исламизация населения Сибири началась за несколько веков до прихода к власти хана, но именно он сумел мягко и разумно укрепить позиции новой веры. Как говорят сибирские татары, Институт языкознания Российской академии наук определяет сибирско-татарский язык как совокупность диалектов, распространенных в Западной и Южной Сибири и объединяемых в три группы – Табуло-Иртышскую, Барабинскую и Томскую. Внутри этих групп также есть множество говоров. Из-за удаленности населенных пунктов друг от друга все эти говоры и диалекты формировались обособленно. Читать и писать поголовно всех жителей страны стали обучать лишь в советские годы, и сибирские татары изучали в школе именно казанский татарский язык. Так что на сегодняшний день найти носителей старого сибирско-татарского можно, пожалуй, лишь в каких-то очень труднодоступных селениях. На слух будет казаться, что сибирские татары цокают. Во что верят сибирские татары? Сибирские татары, как и волжские, преимущественно мусульмане-суниты. Однако у них есть не только религиозные, но и народные праздники, посвященных культу природы. Так, сибирские татары отмечают праздник наступления весны Амаль, или Эмал, более известное название Навруз. Он приходится на день весеннего равноденствия 21 марта. У некоторых сибирских татар, которые живут по берегам рек, сохранились весенние проводы льда. Они делают маленькую куклу, сажают её в лодочку и пускают по течению. Язык сибирских татар – это предмет дискуссии в научной среде. Большая часть лингвистов считают его диалектом татарского языка, но есть и учёные, которые выделяют его в отдельный язык. Субтитры создавал DimaTorzok